МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редакция Телеэкспресс представляет новости нашего города. В студии Олега Попова. Здравствуйте. И коротко о главных темах выпуска. Нет предела человеческой жестокости. Жительница Ноябрьска выбросила в окно маленького щенка. И все лишь потому, что он ей просто надоел. Но я же не знала, что он погибнет. Крик о помощи услышан. Сбор средств на лечение Кирилла Лукичева продолжается. К благотворительному марафону присоединилась Ирина Дубцова. И колокольный перезвон. Вниз светлой седмицы почувствовать себя звонарем может любой желающий. Бюджет основного финансового документа Ноябрьска обсудили на публичных слушаниях. По закону доходы и расходы городской казны должны выноситься на рассмотрение широкой общественности. Однако интереса к документу простые горожане в этот раз явно не проявили. А потому в кинозале Руси в большей части присутствовали чиновники муниципалитета. К слову, некоторые из них изобилие цифр тоже не воспринимали. Хотя если сопоставить основные данные, которые приводила руководитель департамента финансов, эффект должен был быть скорее отрезвляющим, чем усыпляющим. Так бюджет 2012 года, а речь шла именно об этом периоде, у Ноябрьска был с немалым дефицитом. Он составил 880 миллионов рублей. Или примерно десятую часть от всех доходов городской казны. Большую финансовую брешь провели платные услуги и налоговые поступления. По этим статьям город недополучил сотни миллионов рублей. А вот годом ранее, в 2011-м, деньги в бюджете даже оставались. Между тем, социальная направленность сохранилась. И на образование, и на жилищные программы вкупе ушло не меньше миллиарда рублей. А на жилищно-коммунальное хозяйство более двух миллиардов. Это почти вдвое больше, чем в 2011-м. И по идее, вдвое лучше и комфортнее для жителей должна была стать эта сфера. Правда, здесь надо учитывать и деньги на капремонты жилых домов, более 300 миллионов, на переселение из ветхого и аварийного фонда, еще около 120 миллионов, и выкуп аварийных помещений у их владельцев. В итоге, финансовый документ единогласно был одобрен. Изменений или предложений вносить никто не стал. Такая санитарная очистка нашему городу не нужна. С таким заявлением в редакцию обратились жители Ноябрьска, которые стали свидетелями того, как рабочие в самом центре города, вокруг памятника ликвидаторам чернобыльской аварии, срубали ветви деревьев. Причем, уверяют люди, никому эти ветки не мешали, ни прохожим, идущим по тротуару, ни машинам, проезжающим по дороге. Меня удивило следующее, что срубовали ветки толщиной с мою руку. Ветки очень длинные, большие ветки. На мой вопрос, а зачем вы это делаете? Мне ответили рабочие, что им приказано спиливать все ветки высотой до полутора метров. То есть снизу дерева и до полутора метров все, что есть, любые ветки им спиливать. Это называется санитарная очистка территории. Увидев, что производится здесь вырубка, и пообщавшись с рабочими, я обратился в отдел экологии администрации, где мне было сказано о том, что вот то, что творится, было разрешено отделом архитектуры города Ноябрьска. За эти 10 лет, которые стоит это здание, я здесь работаю, я не видел, не видел, не наблюдал ни разу, чтобы здесь было высажено хоть одно дерево. Ни одного дерева не было высажено. Только срубивается, срезается. То одно деревце, то другое, то со снегом, то без снега. Сколько это будет длиться? Чего добиваемся мы? Чтобы у нас все, одни стрянки автомобилей были? Или мусор вот такой был? Жалко, и вы знаете, и горько на это все смотреть. На смену снегу пришел мусор. Жители Ноябрьска продолжают присылать свои фото в нашу группу ВКонтакте. Очередные снимки в рубрике «Новости наших горожан». Эти фотографии прислали жители дома номер 9 по улице Изыскателей. В своих комментариях люди пояснили, что мусор этот строительный, а оставили его после себя специалисты управляющей компании после ремонта. Причем, говорят авторы снимков, ремонт деревяшки закончился еще несколько месяцев назад. Дмитрий Медведев предложил упростить запись к врачам через интернет. В понедельник премьер-министр ознакомился с процедурой электронной записи в больнице. И некоторые этапы оформления заявки на прием к врачу председатель правительства посчитал излишними. Так, по мнению Медведева, совершенно не обязательно требовать от людей указывать свой электронный адрес, а также вводить изображенный на картинке код. Премьер отметил, что электронный адрес есть далеко не у каждого, а код сложно рассмотреть даже человеку с нормальным зрением. Что уж говорить о пожилых людях, сообщает РИА Новости. На Ямале обсудили проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья. Окружные власти провели видеоконференцию сразу по шести направлениям. От спорта и здравоохранения до занятости и обеспечения техническими средствами реабилитации. Им предстояло ответить на наиболее часто задаваемые жителями региона вопросы и рассмотреть предложения, которые озвучивали специалисты на местах. Так, к примеру, Ноябрьск предложил организовать курсы первой медицинской помощи для родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. И озвучил проблему нехватки специализированного транспорта для поездок на соревнования. Необходим автобус, оборудованный подъемником. Каждое обращение и предложение будет рассмотрено на уровне региональных властей. Сбор средств для пятилетнего Кирилла Лукичева, у которого рак продолжается. На призыв о помощи уже откликнулись сотни людей. Не остаются равнодушными даже те, кто к Ноябрьску не имеет никакого отношения. Так известная певица и композитор, победительница проекта «Фабрика звезд 4» Ирина Дубцова дала благотворительный концерт в поддержку малыша. Сердца тех, кто пришел на концерт, не перегорят никогда, уверена певица. Ведь они без всяких сомнений полны доброты. Простой и человеческой, которой сегодня действительно не хватает. Известен даже случай, когда перед началом концерта к билетной кассе подошла пенсионерка, заплатила установленную сумму, развернулась и ушла. Вот оно, проявление искренности. Билет в итоге подарили ребенку. Вы знаете, по какому поводу мы сегодня собрались. Не только повеселиться, но и помочь. Помочь всем, чем можем. Тому маленькому мальчику, который нуждается, наверное, не только в финансовой поддержке. Финансовую помощь окажут люди, которые имеют такую возможность. А все мы с вами дружно, хотя бы подумав о том, послав позитивный настрой, позитивную энергетику, можем тоже ему помочь. Благотворительность для артистки не просто слова. Под ее шеством дом малютки в родном для Дубцовой и Волгограде. По мере возможности она помогает целому ряду детских домов в столице. В наш ноябрьская исполнительница тоже прилетела, что называется, по первому зову. И не пиара ради. В скором времени я со своей подругой, которая не имеет отношения к шоу-бизнесу никакого, она просто человек обеспеченный, имеющий возможность помочь, как раз таки финансово. Мы собираемся проехаться как раз по нескольким городам без участия прессы и оказать какую-то помощь. Почти 345 тысяч рублей. Такую сумму удалось собрать организаторам концерта. Деньги в ближайшее время будут переведены на счет Кирилла Лукичева. На повторную операцию, напомним, малышу нужны 200 тысяч долларов или около 6 миллионов рублей. На данный момент собрана только половина суммы. Но пока есть люди, для которых не чуждо сострадания, живет надежда на то, что и наш маленький земляк тоже будет жить. Живи, 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 ты для вселенной песчинка, а для земли ты счастье сейчас. Ты равнодушных не можешь быть среди нас. Живи, живи, чистые львены, реки, обыкновенно. Верно люби, мы с тобой, чтоб ты не пока, ты один из нас. Кирилл Мигель, Александр Иванов, новости нашего города. Сам Кирилл и его мама сейчас находятся в одной из клиник Мюнхена, где зарубежные специалиста обследуют мальчика. Совсем скоро, если все будет хорошо, ребенку сделают операцию. До сих пор опухоль была неоперабельной, то есть оперативное вмешательство было невозможно. Нам удалось связаться с бабушкой Кирилла, и вот что она рассказала о состоянии внука. Проверяют и перепроверяют для того, чтобы принять решение, какого плана провести операцию. Кирюшка сейчас чувствует себя хорошо. Ему очень понравилось. Там хорошая погода. Подружился уже с доктором. Мы еще ждем результатов. При помощи большой массы людей, жителей нашего города, организаций, все удалось. У Кирюшки сейчас есть реальный шанс выйти победителем в этой вот сложной, тяжелой жизненной ситуации. Поэтому огромное спасибо и низкий поклон всем, кто остался неравнодушным к Кирюшке, к нашей правиле, к нашей беде. Российские железные дороги отказались от курилок в поездах дальнего следования. Причем, если ранее представители РЖД говорили о том, что готовы создать такие места, то теперь этот вопрос снят. Об этом русской службе новостей сообщил начальник департамента пассажирских сообщений Геннадий Верховых. Раз есть закон, то граждане должны его выполнять. А курить можно будет на платформах во время остановок поездов. Напомню, закон, запрещающий курение в общественных местах, частично вступит в силу с 1 июня этого года. А уже с июня 2014-го курить в России можно будет только у себя дома и на улице, в том числе находясь в личном автомобиле. Вопиющую жестокость проявила одна из жительниц города по отношению к маленькому щенку. Решив от него избавиться, женщина просто выбросила его из окна. Собака не выжила. Что побудило мать несовершеннолетнего ребенка на такой поступок, выясняла Ксения Епишева. Собачка лежала вот здесь. Я смотрел вот с этого окна. То есть вот с этого окна была выкинута она вообще. И лежала здесь. И, ну, когда я ее уже видел, она уже была мертва. То есть, как бы, спасти ее уже нельзя было. С щенка темно шел первого мая, уже мертвого. Стал спрашивать у соседей. Выяснилось, что одна из жительниц общежития утром того же дня выбросила собаку из окна. Она пришла домой и задали вопрос, зачем она убила собачку. Но что она сказала? Я ее не убивала, я ее просто выкинула с окна. Как бы так спокойно сказала, что я ее просто выкинула с окна. Ну, это ненормально. В общежитие собачонка принесли дети, подобрали на улице. Пес изрядно замерз и проголодался. Решили временно его приютить. Благо, места в коридорах предостаточно. Да и взрослые были совсем не против. Дети обогрели этого щенка, накормили. А вот эта женщина утром взяла и выбросила с окна. Ну, а потом она просто пошла, взяла этого щенка и выбросила в контейнер мусор. Какой, например, показ своему сыну, которому 10 лет, и какой пример показ детишкам этим маленьким. На собаке был ошейник. И многие жители общежития надеялись, что вот-вот отыщится его хозяин. Даже если хозяин у собаки и был, своего питомца он больше не увидит. Я подумала, заскулил от того, что... Ему хорошо там стало, или уже на снегу. Но я же не знала, что он погибнет. Это и есть та самая соседка, которая таким жестоким образом избавилась от животного. Ольга призналась, что выбросить собаку из окна пыталась дважды. Первый раз помешала соседка. Да когда она здесь бегает, писала, как вам. Я не подумала, что она умрет. Ольга не скрывает, в тот день она употребляла алкоголь. Стойкий запах спиртного от женщины чувствовался и сегодня. Хотя зеленый змей, говорит женщина, тут вовсе ни при чем. И уверяет, она прекрасно отдавала себе отчет в том, что делала. Оставлять безнаказанным поступок Ольги неравнодушные соседи не намерены. Они уже обратились в полицию с заявлением. Пока стражи порядка проводят проверку и решают заводить уголовное дело на Ольгу или нет. Собаку это, конечно, уже не вернет. Но может быть станет хорошим уроком для женщины, а заодно и показательным примером для ее малолетнего сына, чтобы он не принимал такие поступки матери за норму. Ксения Епишева, Виталий Харченко. Новости нашего города. Выпуск продолжит блок спортивных новостей. Определился состав сборной команды по баскетболу, которая будет представлять «Газпромнефть». Ноябрьский нефтегаз на большой спартакиаде «Газпромнефти» среди всех добывающих предприятий компании. Решающим фактором здесь стал Кубок Победы, который традиционно нефтяники провели накануне праздника. Теперь лучшие игроки Кубка из разных команд сольются в одну, чтобы достойно представить свое предприятие. Традиционный турнир, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, он так и называется – Кубок Победы. На него мы приглашаем сильнейшие цеха, которые хорошо выступили в спартакиаде. Праздники такие – 1 мая и День Победы. В такие дни всегда должны проводиться какие-то спортивные мероприятия, я считаю, чтобы укреплять и сплоченность, и дух наш спортивный. В борьбе за Кубок Победы встретились 4 команды – аппараты управления, 1-го и 7-го цехов добычи нефти и газа, а также 1-го цеха технического обслуживания и ремонта труб. Ставка в командах, по словам главного судья соревнований, всегда делается только на своих ребят, на тех нефтяников, кто любит и умеет играть в баскетбол. Один из них – Рамиль Сагитов, спортсмен абсолютно не баскетбольного роста, который, тем не менее, в копилку своей команды «ЦДНГ-1» принес наибольшее количество очков, и которому с блеском удавались даже трехочковые броски. Наверное, как цель – победить. Рост здесь у нас не профессионалы, рост не главный. Хороший пас, красивый гол, и все просто. В итоге Рамиль Сагитов вошел в сборную «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаза». Виктор Сидлярчук, Александр Грницкий, Сергей Бердянкин, Максим Онегов, Анатолий Дейнека и Виктор Потемкин также по результатам соревнований оказались в числе лучших баскетболистов-нефтяников. Сражаться с соперниками из других городов им предстоит в Томске с 16 по 20 мая. А на соревнованиях местного уровня за Кубок Победы лучшей стала команда аппарата управления. Кирилл Мигель, Ирина Потихина, Григорий Куропцев. Новости нашего города. Новости нашего города. По развитиям новых технологий радио стало терять свою популярность, передает и Тартас. По данным ВЦИОМ, сегодня радио является источником информации для 12% россиян. Почти 92% узнают о событиях с помощью телевидения, 20% получают информацию из прессы и 15% из интернета. Ожидается, однако, что популяризации радио будет способствовать переход на цифровое вещание, которое завершится в 2015 году. Добавлю, новости нашего города несколько раз в день выходят в эфир на пяти радиостанциях. Оперативное реагирование на происходящие события, интерактивная среда позволяет формировать контент по запросу пользователя незамедлительно и актуально. В 2012 году в эфире наших радиостанций вышло 3170 выпусков новостей нашего города. Православные продолжают отмечать один из самых великих христианских праздников – Святую Пасху. Эта неделя имеет свое название – Светлая Седмица. Что происходит в эти дни в храмах и церквях, и что можно и даже нужно делать в это время людям в завершении выпуска. Светлая Седмица – время особенной радости. Радости от празднования Великой Пасхи. В эти дни царские врата в храмах и церквях остаются открытыми, как символ того, что православным открывается светлый небесный мир. Каждый день в храме совершается пасхальное богослужение и крестный ход вокруг храма. И в течение всей Седмицы мы прославляем воскресшего Христа. То есть Седмица, она как один день Пасхи становится. Сегодня в храм Архангела и Михаила пришли ученики православной гимназии. Помолиться и позвонить в колокола. Ведь Светлую Седмицу называют еще и звонильной. Только раз в году, в первую неделю после Пасхи, подняться на колокольню может любой желающий. Кстати, в самом учебном заведении в эти дни тоже все по-праздничному. Все в гимназии, и учителям, и друг другу дети не говорят «Здравствуйте», все говорят «Христос воскресе» и отвечают «Воистину воскресе». Вместо утренней молитвы читаются часы Святой Пасхи. Даже не читаются, а поются. Поскольку у нас каждый второй ребенок – это хорист, да и просто музыкально одаренный ребенок. Поэтому все поют. И это чувствуется в одежде даже, все в белом, в красном, в светлом, таком радостном. В трапезной ощущается, потому что везде крашеные яйца, куличи, конфеты, варенье. Там все то, чего были дети как бы, ну, лишены, можно сказать, во время поста. Восьмиклассник Саша Алан-Дарев признается, великий пост предшествующей Пасхе дался ему непросто. Перед Пасхой, ну, мы постимся и, в общем, готовимся очень сильно, молимся каждый день. Ну, в это время иногда были искушения, но иногда не удавалось, если честно, если правду говорить. А какие, например, будут делать? Ну, например, иногда очень хотелось мяса, ну, и получалось, что вот мясо ели иногда. Подниматься на колокольню можно каждый день до пяти часов вечера. Правда, если хотите это сделать, надо поторопиться. Последний день в этом году – пятница, 10 мая. После того, как я прозвонила, уже не страшно. Я думаю, что даже хочу стать золотарем, потому что это очень серьезно, потому что тут очень радостно. И издавна на Руси считалось, что колокольный звон способен исцелять и тело, и душу. Есть и высказывания. Храм – это молитва в камне, икона – это молитва в красках, а колокол – молитва в музыке. И пусть ваша молитва в музыке не получится такой желадной, как у звонаря. Это не главное. Главное, что вы от души на всю округу возвестите благую весть о том, что Христос воскрес. Ольга Попова, Александр Иванов, Новости нашего города. И это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Прогноз погоды на завтра, через несколько секунд. Я желаю вам всего доброго и до встречи. Партнер программы – магазин «Потис Антверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 8 мая в Салехарде облачно, дожди. Ветер южный, температура 3 градуса выше 0. В Муравлинка-Паспорно, преимущественно без осадков, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, температура плюс 3 градуса. В Ноябрьске облачно с преснениями, ветер северо-западный до 4 метров в секунду, температура 3 градуса тепла.